17 сентября проголосовал губернатор Курской области Роман Старовойт. Он выбрал современный формат – дистанционное электронное голосование. Наш регион вошел в семь пилотных, где в этом году реализуется ДЭК. Роман Старовойт отметил, что это современно, удобно и безопасно. Выбирая судьбу страны на ближайшие пять лет, я считаю, очень важно оставить свой голос, оставить свой голос за кандидатов, чьи программы наиболее удовлетворяют и располагают к себе всех жителей Курской области для всех курян. И, конечно, нужно проголосовать за стабильное развитие нашего региона. Я считаю, это принципиально важно. Многие куряне выбрали традиционный способ. Избирательный участок номер 189 впервые принимает жителей региона на территории картодрома. Уже с самого утра люди спешили проявить свою гражданскую позицию. Надо, как по зову сердца, приходить и голосовать за то, что считаешь действительно нужно. В числе первых на участок пришла депутат Государственной Думы Ольга Германова. Именно поэтому я выбираю традиционный способ голосования личного прихода на участок. Потому что это эмоции, это настроение, это и ощущаешь такую ответственность особую. Конечно, Курская область попала в эксперименты. Сегодня много наших курян будет голосовать дистанционно. Это тоже очень удобно, выгодно. В Курской школе номер 37 расположились два избирательных участка. Здесь многолюдно даже в последний рабочий день недели. Некоторые куряне приходят целыми семьями. И детям интересно пройтись, прогуляться. И как бы, ну, привыкли, наверное, так. Ждем чего-то лучшего, чего-то нового, каких-то обновлений в жизни. Чтобы наша Россия целая, процветала. Я надеюсь, что будут делать то, что говорят. И, может быть, начнем жить лучше. Многие куряне с активной гражданской позицией воспринимают выборы как настоящий праздник. У нас распространена такая ситуация, когда приходят и говорят с праздником вас. Поздравляют друг друга, поздравляют нас с праздником. У нас такое отношение к выборам. Уже по традиции на этом участке голосует ректор Курской сельхозакадемии Екатерина Харченко. Важен голос каждого человека, потому что высокая явка – это фундамент легитимности, прозрачности и законности выборов. Поэтому от каждого из нас с вами зависит, как будет развиваться наша любимая страна. Все три дня куряне могут не только прийти на избирательные участки, но и проголосовать дистанционно. Для этого до 13 сентября нужно было подать заявление через госуслуги. Такой возможностью воспользовались более 50 тысяч жителей региона. Станислав Костиков, Анна Пикулина, Максим Леонов, Алексей Еременко. События дня.